приветствую вас друзья тема этого видео очень страшная но от этого не менее интересная и так знакомьтесь это густав или пуленепробиваемый дьявол республики бурунди это нильский крокодил возведенные в статус местного идола и мифического персонажа по своей популярности и количеству связанных с ним легенд он может соперничать даже с известным всему миру лохнецким чудовищем за одним исключением существование дьявола бурунди подтверждено документально как и многочисленные человеческие жертвы на его счету самый знаменитый крокодил людоед густав огромный самец живущий в мелководной северной части озера танганьика в основном он держится на территории бурунди но каждый раз как за ним отправляется очередная охотничья экспедиция перебирается в танзанию или кангозаир благо бурунди страна маленькая и до границы всегда недалеко вот уже несколько десятков лет он успешно избегает многочисленных ловушек и выработал привычку дразнить охотников прежде чем подкрасться к ним и убить когда за ним не охотится он не особенно осторожен и стал героем нескольких документальных фильмов местные жители боятся его до такой степени что по слухам приносят ему человеческие жертвы и молятся они утверждают что густав убил свыше 300 человек и нередко истребляет людей просто ради развлечения оставляя тела нетронутыми говорят также что это самый большой нильский крокодил в мире длиной около 7 метров хотя измеряли его только по фотографиям нильские крокодилы живущие дальше от экватора такими большими не вырастают видимо потому что почти перестают расти зимой и еще густав настолько силен что может охотиться на взрослых бегемотов об этом наверное мечтает каждый крокодил в восточной африке где бегемоты часто задирают крокодилов и иногда убивают их было бы очень интересно услышать как густав поет но в 2004 году туристы видевшие густава на танганьику на его любимом пляже рассказывали что тогда был небрачный сезон к тому же он вряд ли громко ревет поскольку живет в большом озере от источника к источнику число внесенных пустовым людоедом жизни сильно варьирует обычно говорят о задокументированных трехстах жертвах однако такие авторитетные издания как national geographic статья майкла макрея опубликованная в марте 2005 года и ее апдейт в феврале 2008 года тактично обходится формулировкой несколько сотен но и несколько сотен человеческих жизней это очень много оно и понятно ведь получить объективную цифру практически невозможно кроме того поиски густого мировыми исследователями часто были затруднены например из-за перемещений животного а местные жители не особо рвутся искать мифическое создание с не лучшей репутации от которого к тому же буквально отскакивают пули кроме того людям свойственно преувеличивать у страха глаза велики однако известность густого не только как людоеда но и как самого крупного крокодила в мире похоже имеет под собой основания разумеется нельзя перемерить всех живущих ныне крокодилов а кроме того интернет пестрит всевозможными в основном фейковыми сообщениями об очередном найденном гиганте тем не менее длина самого большого крокодила занесенного в книгу рекордов гиннеса составляет 6 целых и 17 сотых метров это гребнистый крокодил по кличке лоланг его изловили на филиппинах 3 сентября 2011 года как раз из-за его нападений на людей после чего он полтора года провел в бунаванском экопарке и исследовательском центре и умер 10 февраля 2013 года натуралист патрис фойе выслеживающий густава с 1998 года и давший крокодилу людоеду это имя оценивает длину дьявола бурунди в 20 футов это где-то примерно 6 целых и одна десятая метра как известно рептилии растут в течение всей жизни поэтому густав благодаря своему возрасту примерно 60 лет в несколько раз крупнее своих среднестатистических собратьев достигая огромных размеров крокодил должен менять рацион так как привычная пища вроде рыбы или антилоп его уже не может устраивать они для него слишком малы а он для них слишком неповоротлив поэтому он переходит в другой раздел меню куда входят например детеныши бегемота и человек есть правда и другая точка зрения на этот счет густав мог перейти на питание людьми из-за ожесточенных локальных конфликтов в бурунди с огромным количеством жертв которые впоследствии сбрасывались в реку проще говоря он привык человечине а в силу своих размеров еще и мог себе позволить ее добывать и после окончания междоусобиц разумеется убить густава местные жители пытались и не раз о чем свидетельствуют шрамы и следы от пуль на теле гиганта но законодательством это запрещено так как он является представителем охраняемого вида поэтому централизованной помощи от правительства не поступало таким образом перед нами замкнутый круг крокодил достиг гигантских размеров перешел на питание людьми но сделать с этим ничего нельзя поэтому крокодил растет еще больше вместе со своими потребностями красочно описать потребности густава можно цифрами из сообщения все того же по три софая он может съесть 10 15 или 20 человек вдоль берега в один из его набегов густого людоеда 17 человек были съедены между коньёша и минога к обези и магара надо сказать что исследователи не сидели сложа руки наблюдая за тем как гигант методично поедает местное население была предпринята попытка поймать густого в 10-метровую клетку на приманку однако труды 40 человек по транспортировке этой клетки оказались напрасными переиграть дьявола бурунди так и не удалось сейчас сообщение о густаве поступают весьма противоречивые еще в 2008 году майкл макрей писал что поиски в 2004 году не дали никаких результатов а среди местных жителей ходили слухи будто бы дьявол бурунди застрелен и съеден в соседней республике конго или умер от старости однако спустя три года по три своя сообщила том что густав в полном здравии и его снова видели а список жертв только растет вероятно гигант просто временами зарывается во в реке русизе и выжидает на этом буду заканчивать убедительная просьба к вам подпишитесь на наш канал и услышите много новых интересных историй о животных и людях а еще лайк тоже будет не лишним заранее благодарю всем до свидания до новых встреч а 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 и а и а Продолжение следует... 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 Когда хозяин нашел малышей, он увидел следующее. Рептилия заботливо присматривала за щенками, не позволяла им перейти на другую сторону колодца, где они могли утонуть. А когда подоспела помощь, змея любезно отползла и позволила вытащить малышей на волю. Что это чудо? Есть чему же учиться у наших братьев и сестер меньше. Это правда фантастика. Продолжение следует... В общем, часто у меня спрашивали, как ящерица будет регировать на зеркало. Я подумал не томить вас ожидания, но сегодня показать. Ну а пока небольшое видео от рекламодателя. Парни, внимание! С 1 декабря игра викинги обновилась по-серьезному, став первой мобильной стратегией с элементами РПГ. Это точно стоит вашего внимания. Это полная свобода действия в игре. Хочешь, покоряй мир дипломатии. Хочешь, строй неприступный город с мощнейшей экономикой. Ну или просто зовешь друзей, собираешь армию и разносишь журазовские королевства, что очень весело. В общем, все, кто помнит те самые стратегии РПГ с 90-х и 2000-х годов, точно залипнут в викингов. Поэтому прямо сейчас кликайте на линк из игры в описании, скачивайте викингов, ведь именно по этим линкам вы получите бесплатно щит и 200 голды для быстрого старта в игре. Вперед в бой! Ну что, я наконец нашел зеркало, и сегодня посмотрим, как мне они будут реагировать. Мила сразу увидел зеркало, направилась к нему, но что-то быстро как-то потеряла интерес. Сейчас посмотрим, вдруг она еще одна. Обратит внимание. Все-таки Мила обратила внимание на зеркало и сейчас обоняет его активно. Такое впечатление, как бы сейчас Милы тут стало две. Все интерес потеряла? На самом деле она не очень понимает вообще, что это такое. Они никогда зеркало не видели в своей жизни, это первый раз. Но, как видите, реагирует она спокойно. То есть она отдает себя, что она понимает, что это отражение, то есть это не является чем-то живым. Иначе бы реагировала бы она по-другому. Так, ну а теперь посмотрим, как реагирует Копа. Он особо никак не реагирует. Я думаю, дело в том, что он просто не увидел зеркало перед своим носом, поэтому на него и не отреагировал. Но давайте поможем ему увидеть его. Все-таки какая-то реакция есть. Он как бы вытягивает. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все. Не, ну сейчас посмотрите, что он находится за зеркалом. Как видите, он обоняет активно. Видно, что он заинтересован, то есть его быстро выиграет, но какой-то такой активной реакции мы с вами не увидим. Скорее всего. Поэтому давайте-ка мы разнообразим немножечко, собственно, наше видео. И они очень активно реагируют на свою тарелку, с которой они едят. Поэтому мы разнообразим тарелку так, чтобы ее было видно только в отражении зеркаля. И посмотрим на их реакцию. Вот типа вот так. Ну и посмотрим, как они будут на это реагировать. Потому что тарелку они в отражении видят, а на стуле они ее не видят. Вернее, видят ее на стуле в отражении. Ну мило-ка я же, посообразительно она бежит к стулу, а коту бежит к зеркалу. О, четыре тегу. Вот наш идеал. Четыре тегу. Все, они оттуда тарелочку не ведут, поэтому никак на нее не реагируют. Так, как их заставить реагировать? Ну мило поняла, что на стуле находится тарелочка, с которой они едят, значит, они есть что-то вкусное. Ну, по крайней мере, я их к этому приучил. Копа, конечно, не понимает. Он пошел зачем-то за зеркало, что он там делает, пока непонятно. В общем, давайте я покажу им тарелочку, но я хочу, чтобы они увидели в отражении на тарелку и проверим их реакцию. Ну, зато поймем, что там делают копа за зеркалом. Что там копа делает, интересно, а? Ага. Он зачем-то скребет само зеркало с обратной стороны. Ну, а теперь давайте покажу тарелочку, посмотрим, куда он побежит. Нет, они все бегут ко мне. Давайте поближе встану, побежу тарелочку в зеркале. Вот так. Кто-то тебе видел зеркало? Это отражение, эй! Все, копа убедил. А Мила пошла за зеркало. Давайте их снова попробуем так обмануть. Опа! Все. Ну, вау! Ну, то есть, они довольно сообразительные, они понимают, что это отражение в какой-то степени. То есть, они не агрессируют на себя в отражении, понимая, что это, наверное, типа они. Ну, вот, в такие моменты, как видите, они все ушли за зеркало. Наверное, подумал, что это находится с той стороны. То есть, это уже говорит о каком-то интеллекте, потому что... Все, вот, на самом деле, тарелочку, побежали, командир. Все, 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 не прыгай. Ну, вот такой вот эксперимент интересный, да? То есть, вполне сообразительные животные, как показывает этот небольшой опыт. Но в таких моментах они всегда не могут сообразить, что у отражения есть отражение, но при этом, они не проявляются потому что это сомнение, они уходят из зеркала. То есть, возможно, где-то догадывались, что может быть это стекло, и оно находится за ним, да? Поэтому сейчас мы их покормим. В принципе, больше забить я их не хочу. Они голодные сегодня. Сейчас мы их покормим. Ну, и на этом пока все. Да? Еще раз показываю. Блин, все, все, не надо биться. Я не буду так больше делать. Близкие, близкие. Да? Ящерица. Глупый, глупый ящерица. Ну, дай пожрать, что ты на здравом. Хотя, Копа уже понял, что она в руке находится, и побежал к руке. Надо все понюхать, обязательно исследовать. Ну, никак. Чтобы язык не сунуть в объектив, не оставить следы на линзе. Ну, это вообще никак нельзя. Они уже запомнили, что в зеркале было отражение их тарелочки. Теперь они будут здесь крутиться какое-то время, ожидая угощения. Как видите, они вот тут крутятся на месте и реагируют на все мои движения. Непонятно, где тут реальность, где тут фейк, да? Ну, вот, собственно, такое вот получилось у нас в видео для равноморазии. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The African bullfrog is quite a character. It's the biggest frog in Africa and it's very aggressive. It's got a very powerful bite, for one thing, but in spite of that, it's a devoted father. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok The African bullfrog is quite a character. It's the biggest frog in Africa and it's very aggressive. It's got a very powerful bite, for one thing, but in spite of that, it's a devoted father. Bullfrogs spawn in little pools around the margins of a larger pond and after mating is over, one male stays to watch over them all. But the water is evaporating and the tadpoles are now... and the fry reading and the time that I love is over, but somewhere, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Объяснили ли вы телескопом? Все. Объяснили ли вы телескоп. 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 Субтитры делал DimaTorzok Компенсировать ему пришлось стать самым лучшим художником дикой природы. Чтобы привлекать внимание самок, он создает такое, во что почти невозможно поверить. Из инструментов у него есть только собственные плавники. В его голове математически совершенный план. Он распахивает морское дно, разбивая его на мельчайшие песчинки. Эти ракушки не просто мусор, который нужно выбросить. Иглобрюх угрошает ими свою постройку. Он не позволяет себе отдохнуть ни на миг, работая по 24 часа в сутки, целую неделю. Иначе течение разрушит все, что он создал. Последний штрих, и его шедевр закончен. Субтитры делал DimaTorzok Больше нигде в природе ни одно животное не создавало ничего настолько сложного и совершенного. Если это не поможет Иглобрюху быть замеченным самкой... Ничто не поможет.